Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем снова вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Задание Минобороны выполнено, доложил губернатор Викторович. Томенко на заседании правительства края. Прежде, курирующая спецоперацию ведомства заявляла, что армии нужно призвать 300 тысяч бойцов. Сейчас, по словам губернатора, набрано 200 тысяч. Отправки мобилизованных жители замечают практически ежедневно. На боевую подготовку наши мужчины уезжают в Омск. Там накануне побывали представители разных регионов и Алтайского края тоже. Томенко подчеркнул, связь с командирами держат, волонтеры работают, помощь мобилизованные получают. Неравнодушно организуют целые цеха по пошиву и упаковке вещей. На помощь губернатор заострил внимание. Сбор этой помощи, этой поддержки, как бы сказать, такой, ну скажем, на благотворительной основе, которая делается, сегодня начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к тем органам власти, организациям, которые вовлечены в этот процесс. От Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоправления и так далее. Такого мы допускать не должны. Значит, это направление деятельности идет, и пусть идет оно правильно, ни инициативу, ни порыв людей сдерживать нельзя, но со своей стороны и органы власти проведут всю необходимую работу. По недавнему постановлению российского правительства, регионы теперь могут покупать и на безвозмездной основе передавать федеральную собственность целый ряд товаров. Среди них беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, стройматериалы. Виктор Томенко добавил, что на этой неделе он встретится с сибирскими губернаторами, и, возможно, главы регионов распределят, кто что будет покупать. Поддерживать военнослужащих и их семьи денежно тоже обещают. По одному миллиону рублей членам семьи выплачивать в случае гибели. Далее, рассматривая вопросы, мы определились с тем, что и раненым тоже необходимо помогать за счет средств нашего регионального бюджета. Определились с тем, что выплаты эти составят по 500 тысяч. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей тому, кто добровольно принял решение заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Кроме того, в эти дни в Москве власти готовят документы о едином размере выплат мобилизованным. Ведь пока в одном регионе за это дают 200 тысяч, а в другом – ничего. Виктор Томенко пояснил, что это зависит от бюджетов регионов. В целом же, первую волну сборов губернатор оценил как организованную, прошедшую без скандалов. Сроки следующей не озвучивают. Но, со слов Виктора Томенко, на освобожденные территории мобилизованные отправятся не раньше первых чисел ноября. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Медицинских работников будут призывать согласно мобилизационным заданиям. Об этом сообщает сайт «Объясняем.РФ». При этом эти задания отнесены к сведениям, которые составляют государственную тайну. Напомним, все медицинские специальности являются военноучетными. Поэтому медицинских работников действительно могут мобилизовать. Как в звании рядового, так и офицерском звании. В Алтайском крае медики тоже начали получать повестки. Однако не по учетной специальности медика, а именно по специальности, которая была на учете в военкомате. Другими словами, на линию фронта они отправятся, например, в качестве стрелков или танкистов. Напомним, что медики, пребывающие в запасе, могут быть забронированы, чтобы обеспечить бесперебойную работу учреждений, в которых они трудоустроены. Такое бронирование предоставляется работодателям. Как сообщает Народный фронт, на сегодняшний день в Крае нет жалоб от врачей, которые считают, что их призвали ошибочно. В Крае, в том числе Барнауле, продолжили работу по организации помощи семьям мобилизованных. Так, больше 70 обращений получили специалисты Министерства социальной защиты населения Края. Оставшиеся без мужчин звонят в ведомство самыми разными просьбами. Как пояснила заместитель министра соцзащиты Юлия Ковалева, компетенция ее коллег касается, скорее, психологической поддержки. Но сейчас социальные работники понимают, что выступают посредниками между семьями и всеми госорганами. И поэтому собирают любые просьбы и пожелания, чтобы потом передать их в профильные структуры. В целом же, в ходе пресс-конференции шла речь о месячнике пожилого человека. Так, по словам замминистра, серебряные волонтеры тоже не остаются в стороне от событий. Пожилые собирают свои посылки призывникам и не только. Бабушкина забота, например, акция. Они вяжут и отправляют носочки нашим военнослужащим. Они также вяжут различные изделия, также носочки, варежки для тех граждан, которые прибыли у нас с Украины. И на сегодняшний день работают в нашем регионе. Ну вот для того, чтобы все-таки показать и свое добросердечество, и принятие этой ситуации. В Барнауле же создали городскую контактную группу. К ее специалистам уже поступило около сотни обращений. Для этого в администрациях районов и Комитете по социальной поддержке населения города определены шесть контактных телефонов, по которым семьи могут обратиться по различным вопросам для оказания помощи. Номера телефонов, которые вы видите на своих экранах, актуальны в каждом районе города. Контактная группа принимает звонки в рабочие дни с 8 до 17 часов. Практически сразу же после объявления о мобилизации в Алтайском крае развернулась широкомасштабная деятельность волонтеров. За считанные дни в регионе помощь по сбору вещей, предметов личной гигиены, медикаментов и многого другого организовали десятки общественных объединений. Многие люди и без различных организаций просто потому, что не могут бездействовать в этой ситуации, начали самоорганизовываться. Объединяться в чатах, собирать, покупать или шить вещи. Параллельно в процесс включились и государственные структуры. Но в их адрес прозвучало немало нареканий, почему на волне добровольчества начались возмущения. И в целом о движении армии волонтеров в специальном репортаже Анастасии Дороган. Теплые вещи, куртки. У нас какие-то жилеты, какая-то форма, бушлаты. Комфорт мобилизованных в Омск создают здесь. Помещение 3 на 3 метра в Барнаульской шиномонтажке. Лариса Егоренко, координатор движения «За добро», вот уже неделю, ежедневно и практически с утра до вечера принимает от неравнодушных пакеты и коробки с вещами. У меня нет никого мобилизованного. То есть, казалось бы, это не моя беда, это не мое событие, что меня кто-то забрали. Но я не могу оставаться безучастной. Шапка. Она универсальная, она размер головы, да, получается. И балаклава работает вот таким образом, да. А не стали шить сейчас модно вот это все единое, только вот здесь в прорезь? Ну, мы просто разговаривали с ребятами, которые в горячей точке. Вот этот вариант, он более удобен. Сегодня это движение объединяет уже больше 400 участников. И каждый день к нему примыкают десятки новых. Среди сподвижников есть швеи, которые после работы по вечерам и ночам шьют балаклавы. Другие режут карематы, третий на сборе коробок. По словам Ларисы, после 21 сентября она решила поддержать подругу, у которой мобилизовали мужа, и предложив собрать 200 пар носков, объявила сбор денег. Об этом написали в чате саженцы помидоры. За ночь помидоры разрослись, как минимум до 40 тысяч рублей. Спустя неделю активистки собрали уже миллион рублей и развернули пункт комплектации. И все это в свободное от работы время. До смешного приносили коробки на первую отгрузку. И вот, допустим, лежит коробка, а в ней шоколадка. И мы все это формируем, носочки к носочкам, перчатки к перчаткам, шоколадки к шоколадкам. А люди потом звонят, говорят, Лариса, да я думаю, мы вам за труд передаем вашим девчонкам. А мы все упаковываем, складываем, все описываем. То есть, как бы не было вообще в голове, что что-то мы делаем неправильно. Здесь вот в этой коробке вот у нас носки. Также здесь находятся около 50 карематов. Дополнительное было объявлено о сборе кофе, тоже приносят жители. А это один из пунктов сбора регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России». Ситуация внештатная. И люди, которые 30 лет привыкли спать в теплой постели, в принципе, они и не предполагали, да, и не готовы к той ситуации, что они в холоде вдруг окажутся где-то там в лесу. Вот. Поэтому мы пытаемся им создать эти более-менее комфортные условия. Узнать, какая конкретно требуется помощь бойцам, в военном комиссариате Алтайского края сегодня практически нереально. Даже по телефону с журналистами ни разу не пообщались. А военком соседнего региона Республики Алтай Олег Денисенко ситуацию с обеспечением мобилизованных прокомментировал однозначно. Всех призванных полностью обеспечат формой. Правда, с горного Алтая в эту волну мобилизации никого не призвали. Тем временем известно, что добровольцы нашего края держат прямую связь с военкоматом, а движение за добро – с военно-полевым лагерем в Омске, откуда они и получают прямые пожелания призывников. Отдельное спасибо. Мы ценим ваш труд, ваше старание, ваше время. Но наравне с волной поддержки призванных появилась другая волна недовольства. Тем, что эти вещи собирают гражданские, а не госструктуры. Вопрос даже дошел до губернатора. Сбор этой помощи, этой поддержки, как бы сказать, такой, ну, скажем, на благотворительной основе, которая делается, сегодня начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к тем органам власти, организациям, которые вовлечены в этот процесс – от Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоуправления и так далее. Такого мы допускать не должны. Значит, это направление деятельности идет, и пусть идет оно правильно, ни инициативу, ни порыв людей сдерживать нельзя, но со своей стороны и органы власти проведут всю необходимую работу. Где наше чувство гражданское, гражданской ответственности? Где оно? О каком патриотизме, о какой любви к родине мы на каждом углу кричим, если любовь к родине, она начинается здесь, со своего двора, со своего дома, со своего брата, отца, сына. Вот он, патриотизм. Ну давайте, пусть это чужие ребята сейчас находятся в Омске, но они же наши, земляки наши. Параллельно с частными инициативами появляются и организованные властями точки сбора. Совет женщин при главе Барнаула несколько дней координирует жителей организации. И школы, и родительские комитеты, и пенсионеры, и их советы, и предприниматели. То есть звонки начинаются, вот, наверное, после 7 утра и заканчиваются в 11. То есть жители спрашивают, что можно, советуются, спрашивают адрес, по которому нужно привезти. В Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития для сбора средств от всех желающих открыли специальный счет. Этот фонд будет отрабатывать непосредственно с военкоматами, с нашими военными частями, для того, чтобы направить именно ту продукцию, которая им сегодня необходима. И кроме того, он будет осуществлять централизованные закупки, более объемные, что позволит определенные средства, в том числе и сэкономить. Женщины в тылу и в 45-м помогали. И как бы мы это знаем, мы помним. И сейчас происходит то же самое. Люди активировались, люди поняли, что это наше общее дело. Это очень круто. У меня просто патриотизм вообще до небес после всех этих событий. Отдельно я хочу сказать спасибо нашим девчатам, которые геройски собирали это все. Татьяна, по совместительству моя супруга Лариса. По совместительству соседка. В общем, всем огромное спасибо. Все вернемся. Спасибо вам за все, ребята. Сейчас добровольцы формируют очередную фуру вещей. Останавливаться не собираются и готовы сделать все, чтобы их призванные мужчины не замерзли этой зимой. Более того, порыв женщин поддержать отцов, мужей, братьев и сыновей дает им силы поддерживать других женщин. Я вчера была в детском саду, подавала на ребенка путевку на своего, на маленького. Заведующая детского сада проводила родственника. Поплакали вместе. Успокоила. То есть помощь в этом. Добровольцы не исключают, что к зиме на Алтае появится общественное объединение помощи семьям мобилизованных для оказания элементарной мужской помощи, почистить снег, наколоть дрова. И это для добровольцев тоже станет общим полезным делом. И опять же, необходимой отдушиной в сложные времена. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. Из-за частичной мобилизации заметно увеличилось количество объявлений от жителей региона, которые хотят пристроить своих домашних животных в добрые руки. Собак и кошек люди готовы отдавать бесплатно. На этом любительском видео кошка Муська. Маленьким котенком ее вместе с братьями и сестричками в коробке оставили у дверей приюта. К счастью, очень скоро у Муськи появился хозяин, который переживает, как бы кошке вновь не пришлось оказаться в приюте. Мне пришла повестка на мобилизацию. Я обзвонил всех родственников, обзвонил всех друзей. У кого-то аллергия, у кого-то нет места. В общем, я не знаю, что делать. Начал подавать объявления в соцсети. В общем, если в ближайшее время не найдется хозяин, не найдется дом для моего верного друга, хотя бы на то время, пока я служу, то мне ничего не остается делать, кроме как просто обратиться в приют. К слову, в Барнаульском приюте Ласка уже находится 650 собак и 180 кошек. Его руководитель Софья Куликова говорит, на неделе, когда стали призывать мобилизованных, количество звонков действительно увеличилось. Люди приспрашивались на всякий случай, уточняли о временной передержке. Начали поступать звонки от граждан, которые просят принять своих хозяйских животных по причине мобилизации. У нас позвонила женщина, сказала, что у нее мужа забирают, а у нее две собаки. Причем, однако, это огромный алабай. Вторая типа лайки, у нее трое детей. И вот мужа сейчас заберут, и вроде как ей нет возможности с ними справляться. Количество объявлений с просьбой забрать в добрые руки любимую собаку или кошку увеличилось в социальных сетях и на других платформах интернета. А зоозащитники уже переживают, что многие из этих животных могут просто оказаться на улице. Боязнь будущего и так далее, она, очевидно, может спровоцировать отказ от животных. То есть многие люди, вероятно, не будут иметь возможности их дальше содержать. И поэтому мы понимаем, что сейчас переустроить животным, найти новых хозяев намного сложнее. И есть такой риск, что больше будет оказываться на улице. В приюте «Ласка» пока не увеличивают количество будок и вольеров. Надеются, массового отказа от животных не будет, но обращаются ко всем неравнодушным и приглашают стать волонтерами приюта. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком. Пока алтайские мобилизованные готовятся к отправке в зону боевых действий в наш край. Прибывают семьи из Донецка. Так, одна из таких приехала в Барнаул, чтобы начать здесь новую жизнь. Несколько месяцев, пока прибывшие жили в пунктах временного пребывания в других российских регионах, глава семейства, женщина одна, воспитывающая двоих детей, мечтала найти работу и жилье, а ее сыновья спокойно учиться. Вот уже три дня, как беженцы живут в Барнауле у приютившей их жительницы. Все вместе они думают, как приезжим жить дальше, с чего начинать. С какими сложностями на местах они сталкиваются, расскажем далее. Двое взрослых, трое детей и пес в Барнаульской однушке. Ее хозяйка Светлана приютила у себя семью из Донбасса. Галина и двое сыновьей покинули Донецк в феврале этого года. Собрали последние деньги, родственники, все слаживали самых главных, самых перспективных, чтобы отправить в Россию, чтобы мы выжили. Вот. Ну, как-то так. Полгода они скитались по пунктам временного пребывания. Все это время Галина была на связи со Светланой. Женщины знакомы еще с Антимайдана. Все эти восемь лет переписывались, пока жительница Барнаула не настояла на приезде семьи к себе. Нас разместила на спальных местах, а сама вот на матрасике, на полу. Я говорила, что мы потерпим, а она отказывается. Говорит, вы мои гости, вы гости Алтая. Они находятся в ПВРах, они между собой только общаются, получается. То есть вот они приехали и куда дальше? Либо обратно в Донецк, либо здесь. А здесь, когда ты в этой среде варишься, то никак не приспособишься жить в России. У нас, сказали, нет ПВРов. У нас люди могут сюда приехать только кому-то. Вот, к принимающей стороне. Для одного из сыновей Галины принимающей стороной стал Шипуновский техникум. Учебное заведение готово зачислить его студентам к себе. А вот куда идти учиться младшему, прояснить не удается. Здесь же со школами их мало. То есть где нам делать регистрацию для ребенка? Если мы ее сделаем, например, в Шипуновском районе, в деревне, возьмут ли его здесь в школу или не возьмут. Соцзащита нам обещает перезвонить, а Министерство образования наше просто не берет трубку. Не хватает информации и элементарной поддержки. В Барнауле беженцы получили ее не в соцзащите, а в храме Иоанна Богослова. Верующие собрали для них 11 тысяч рублей и теплые вещи. Тут уже у нас есть теплые носки, которые мы готовим ребенку в техникум, собираем его всем миром буквально. Вся наша жизнь поместилась в эти несколько сумок. У нас и у моего старшего ребенка есть паспорт Донецкой Народной Республики, но мы хотим еще иметь наш самый главный документ, самый важный для нас, чтобы полноценно встать ряды граждан, влиться уже и как бы там ни старались люди, все равно беженцы, как-то вот оно звучит немножечко так обидно. Галина надеялась, что после проведения референдума получить российское гражданство для таких, как она, будет проще, но пока все довольно сложно. Сейчас женщине предстоит получить все нужные документы, а после оформить статус самозанятого, чтобы самой кормить свою семью, а дети, чтобы, наконец, начали учиться. В Донецке сыновья могли часами стоять в очереди за водой. Нет, домой уже не хочется, если честно. Не хочется. Ну, может быть, просто приехать, посмотреть на город, как он там будет в будущем. И хотя же лично вопросы, отсутствие информации о том, как пошагово действовать беженцам, немного выбивает из колеи, Галени здесь спокойнее. Она благодарит всех, кто помог ее семье и надеется, что бюрократические приключения скоро закончатся, и она с сыновьями сможет прижиться в России. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Мы, собственно, и не опровергли это в своем материале, но решили спросить мнение у самой семьи и людей, ее поддерживающих, о комментарии ведомства в наш адрес. Я представитель храма Иоанна Богослова, гуманитарного центра при храме. Поэтому я скажу, я не вижу вообще, мы никто не видим, никакой искаженной информации. Я не знаю, какую помощь им оказывали и как их вели. То есть люди приехали по факту, раздетые, разжутые, без света к существованию. Хорошо, есть второе. Решен был вопрос по принятию ребенка в техникум в Шипуновском районе. Но на какие средства им туда добраться? Средств нет, статуса нет, документов нет, российского гражданства нет. Поэтому, ну да, возможно, была какая-то помощь. Но где эта помощь? Каких она за кромах, возможно, лежит? Я хочу сказать отдельное спасибо вашей передаче, потому что она всколыхнула. Она всколыхнула не только людей, но и наши управленческие организации. Потому что люди откликнулись. На поступили такие предложения о предоставлении жилья для этой семьи. И ни одно предложение поступило. То есть мы можем эти предложения рассматривать еще для кого-то. Мне просто хочется, когда приезжают такие люди к нам в край. Задача-то стоит сплотиться и помочь всем, чем мы можем на сегодняшний день этим людям. Добавим, все, кто пожелает прибывшим из Донбасса оказать помощь, материальную, с жильем для семьи, с трудоустройством, мамой или обучением младшего ребенка, могут звонить по телефону, который вы видите сейчас на экране. К другим темам. 5 тысяч тонн угля в ближайшие дни обещают доставить в Яровое. А к концу ноября, заверяют власти региона, в городе-курорте будет полностью сформирован необходимый запас твердого топлива. Накануне в мэрии Ярового под руководством прокурора края Антона Германа прошло рабочее совещание, посвященное старту отопительного сезона. 80 вагонов с углем в город должны прийти в ближайшие дни. Таким образом, к середине октября на ТЭЦ должно быть больше 55 тысяч тонн угля. Что касается обновления коммунальной инфраструктуры, она значительно модернизирована, говорят специалисты. Так, завершен ремонт седьмого и десятого котлов. Скоро ведут третий по счету котел, но пока в резерв. Напомним, он обслуживал Яровое во время ремонта двух предыдущих котлов. Отметим, в целом в этом году на приведение в норму объектов теплоснабжения краевой бюджет потратил больше миллиарда рублей. Предстоящая зима, надеются власти, должна пройти в Яровом без серьезных коммунальных происшествий. Дефицит краевого бюджета на 2023 год составит около 13%. Об этом губернатору доложил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. По проекту доходы краевого бюджета составят почти 140 миллиардов рублей, расходы – 153 миллиарда. При этом чиновники отметили, что финансовые возможности края год от года растут. Хотя в экономике региона и ожидают некоторые корректировки. Возможное замедление роста экономики в среднесрочной перспективе, умеренные эффекты от реализации экономической политики и медленнее идущая перестройка производственно-логистических цепочек, а также снижение цен на товары российского экспорта. В противовес в Министерстве экономического развития предлагают перестраивать свою продукцию под внутрироссийский рынок, стимулировать инвестиции и развитие предпринимательства. По оценке властей, малый и средний бизнес, а еще самозанятые сейчас и будут тянуть экономику. Кстати, с начала года в Алтайском крае зарегистрировано уже больше 59 тысяч самозанятых. Ситуацию на рынке труда считают стабильной. 1% безработных и потребность в кадрах лишь растет. Повышается число одобренных кредитов и восстанавливается ипотечное кредитование. На неделе обсуждали в Барнауле и как правильно вести личный бюджет, а также опыт и тренды развития финансовой грамотности взрослого населения сибирского региона. Как рассказали участники конференции, гости из столицы России, это совсем не означает, что население городов и сел Сибири гораздо менее финансово грамотно, чем жители столичного региона. Вместе с тем, если жители обращаются с вопросами в региональную соцзащиту, налоговую, сферу образования, государственные органы по вопросам финансовой грамотности, специалисты должны быть готовы ответить на все интересующие граждан вопросы. В ходе российской стратегии повышения финансовой грамотности специалисты этих сфер как раз получают дополнительные знания и могут консультировать тех, кто обращается с вопросами, рассказал эксперт из Москвы Михаил Петриченко. Каких знаний именно по финансовой грамотности не хватает нашему населению? Очень сильно изменилось в этом году. Во-первых, для чего все это происходит? Мы живем в динамически развивающейся мире. Кроме всего прочего, в этом году очень серьезные сдвиги произошли по инструментам, возможностям населения. И большие вопросы возникают необходимости сохранения денег, которые заработаны уже. Мало того, что сохранение, еще их подрастить необходимо. И куда, где, как использовать. И кроме всего прочего, еще и очень часто идут изменения в системах налогообложения. Очень большие изменения издвиги у нас идут по коммунальным услугам, которые тоже находятся. Есть инструменты, которыми можно пользоваться и нужно пользоваться, касающиеся кэшбэков, сохранности. Казалось бы, маленький доход, который можно было бы получить при покупке при определенной. Но они, как ни странно, исследования показывают до 18% семейного бюджета. Можно только на маленьких лайфхаках, на этих нюансах получить дополнительные. То есть излишние траты, которые можно было бы избежать. Излишние системы налогообложения, которых можно было бы оптимизировать, сформировав свое отношение к той собственности, недвижимости, активам, которые есть в семье. Правильное построение семейных бюджетов. Правильное взаимоотношение между членами семьи. Как ни странно. Очень много психологических вопросов, которые тоже необходимо накладывать. Но дело в том, что большинство потерь, которые несут люди, это спонтанные порывы. И испуги, это снятие денежных средств, когда не нужно это снимать. Это вложение денежных средств, используя какую-то неправильную информацию. Это поддаться уговорам, либо решениям мошенников. Это психология. И этому необходимо учить. И необходимо учить людей к пониманию этой ситуации, которая есть. И как себя вести в той ситуации, которая стала нестандартной для него. И это тоже важный очень момент тех людей, которых мы учим в качестве консультантов-методистов, для того, чтобы они могли это донести до человека. 855 тысяч рублей потратила бийская мэрия на работу по закупке саженца в прошлом году. Все бы ничего, но жители Наукограда замечают, что вместо молодых деревьев в земле остаются одни колышки. Подробнее в нашем сюжете. Вот так выглядит озеленение по Бийске. Бульвар Вали Максимовой. От саженцев остаются одни колышки. В мае 2015 года здесь, накануне 70-летия Великой Победы, заложили целую дубовую аллею. Естественно, в торжественной обстановке. Каждое дерево было именным в честь жителей Бийска, которые не вернулись с войны. Сейчас, спустя 7 лет, мы видим, что стало с этой так называемой дубовой аллеей, что стало с памятью благодарных потомков и властей города, несколько одиноких несчастных деревьев. И действительно, на всей территории бульвара мы не увидели то, что можно было бы назвать дубовой аллеей. Обслуживание бульвара Вали Максимовой осуществляет ООЗ «Ленстрой». Активистами города была произведена посадка аллеи. У каждого саженца установлены колышки. В связи с тем, что саженцы небольшого размера, с открытой корневой системой была зафиксирована гибель. Наверное, потому что за молодыми деревьями нужен постоянный уход. А еще договоренность между активистами и властями, где и как высаживать. Я в 17-й школе работала, мы много дубов насадили, все прижились. Мы просто ухаживали с ребятишками, тогда детей было много, практику отрабатывали. Сейчас уже большие дубы, поэтому они нормально тут приживаются. Фиксация гибели деревьев – вообще частое занятие городских чиновников. В 19-м году на улице воинов-интернационалистов посадили лес Победы, от которого тоже ничего не осталось. А это уже загадочная история исчезновения молодых сосен на улице Советской. Еще одна история о том, когда в Бийске просто бездарно закопали деньги в землю. Напомним эту историю. Осенью прошлого года вдоль улицы высадили 55 сосен. А в мае этого года деревья вдруг исчезли. Пропажу зафиксировали камеры наблюдения. Двое мужчин подъезжают к лумбе, вырывают саженцы. Все это происходит почти в 11 часов вечера. В итоге оказалось, что это не жулики, а коммунальщики. Они убрали засохшие сосны по просьбе мэрии. А ведь изначально чиновники сами просили следить за деревьями. Сегодня на зеленом плине высаживаем 55 сосенок. Просьба ко всем жителям и гостям микрорайона проследить, чтобы их никто не сломал, не выдернул. Пусть наш город будет еще красивей. Вот за то время, что мы здесь живем, очень много было посажено различных деревьев, кустарников. Но, как видите, зеленый клин в основном уже и не зеленый. Приедут, высадят и забыли. Также, по мнению администрации Бийска, сейчас здесь растет газон. Обратите внимание, какой красивый газон. А вот вам наглядный пример того, как бийские чиновники общаются с населением и журналистами. Еще в середине сентября мы отправили официальный запрос. Отмечу, что на него чиновники должны ответить в течение семи рабочих дней. Спустя три недели мы все же получили ответ на вопрос, а сколько город тратит денег на саженцы? В прошлом году – 855 тысяч рублей. В рамках озеленения городской среды в этом году в Бийске посадили маньчжурский орех, березы, липы, яблони и семь груш. Всего 193 дерева. Подчеркнем, на полив саженцев в этом году из местного бюджета выделено 270 тысяч рублей. В многострадальном парке за ТРЦ «Ривьера», как раз в том районе, где ночные коммунальщики ликвидировали сосны, появилось 70 саженцев кедра. Об этом мэр города похвастался федеральному эксперту ОНФ Светланы Калининой, которая посетила Бийск в середине сентября. Пока растет ваш кедр, 40 лет, не меньше. В жару это будет невыносимо здесь гулять. У вас жарко летом. В тот день Калинина устроила настоящий ЖКХ-разнос Бийской мэрии. В том числе эксперт осталась недовольна тем, каким образом администрация распоряжается бюджетными средствами. Ну смысл вкладывать денег? Во имя чего? Во имя галочки, что вы сделали какую-то? Знаете, я все-таки сторонник того, что мы взяли деньги, они должны лежать на земле и не год, и не два, и не день. Вот стоять, лежать. Вот тогда мы с вами сделали. Знаете, иногда не деньги нужны, а нужна организация работы. Оценка по городу Бийску пока тройка. Работы ведутся, делаются благоустройства, но еще содержание не принято в принципе. А ведь обустроенные парки, зеленые зоны, по словам общественников, это тоже показатель уровня жизни. Функции зеленения и архитектура сама по себе это очень два важных и два, наверное, неразрывных таких компонента, среди которых мы все, собственно говоря, живем. Именно вот зелень как часть комфорта, комфорта проживания, то, что задерживает людей, то, что люди хотят здесь жить, это тоже очень важный факт. Остается надеяться, что в будущем бийские чиновники будут фиксировать не гибель, а комфортную жизнь в городе. Ведь проделанная работа для галочки, как мы уже поняли, не принесла своих плодов, только колышки и пустые лунки. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Футбол начали преподавать на уроках физкультуры в алтайских школах. Правда, пока не во всех, а только в 65 общеобразовательных учреждениях, участниках проекта Российского футбольного союза. Как проходят первые уроки, а главное, хотят ли школьники учиться набивать мяч, передавать пас и защищать ворота. В сюжете Дмитрия Дроздова. Пас из задачи защищайте свои ворота, набивая полоски. Все вы искили? Поехали. Пас, удар и гол. Урок физической культуры в шестом классе. Необычный, футбольный. Школьники, в том числе и девчонки, по пятницам раз в неделю теперь учатся обращаться с мячом и знакомятся с азами самого известного вида спорта в мире. Я обрадовался, потому что я и сам занимаюсь футболом уже долго. Любимое упражнение – это всегда удары, потому что всегда есть интрига забивать голы. Ну, вообще играю защитника. Пасы люблю передавать, но это весело и интересно. Но если парни рады футболу в школьной программе, то девочки к нововведению относятся немного скептически. Я не очень люблю играть в футбол. А так, некоторым это нравится. Планируешь покорить все-таки этот вид спорта? Нет. По словам девочек, на футбол они не сильно настроены, но вы бы видели их глаза, когда прозвучал свисток. Так упорно и с желанием забить гол играет не каждая профессиональная команда мальчишек. В 118-й школе уроки с мячом проходят со 2-го по 4-й и в 6-м классах. Учебный модуль футбол «Российский футбольный союз» разработал совместно с Министерством просвещения. Все преподаватели в августе прошли бесплатный курс обучения и получили сертификат «Организатор массового футбола». На уроках потихоньку начинаем от элементарных начала и постепенно сейчас формируем уже команды для тренировок. Урок уже не за счет уроков, то есть на уроках мы селекцию проводим, но и в дальнейшем, думаю, они будут заниматься уже у нас в секциях. Потихоньку привыкают и сейчас с удовольствием занимаются, идут на урок с удовольствием. Инвентарь, мячи, манишки и ворота пока используют свои, но по проекту РФС всю футбольную экипировку выдает организатор бесплатно. 118-я школа ее ожидает. Да, мы ждем экипировку, потому что уже отправленная федерация из Москвы в регионы. Теперь только дело времени, совсем чуть-чуть осталось подождать. В дальнейшем по проекту РФС планируют создать школьную футбольную лигу для проведения турниров между учебными заведениями и надеются, что в них будут принимать участие и команды девчонок. Слабый пол, уверены организаторы и, к слову, школьные учителя физкультуры все же полюбят футбол. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой запомнится уходящая неделя. Я же желаю всем личных побед и напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok